В этом году национальной валюте Республики Казахстан исполняется 20 лет. История тенге тесно переплетается с историей развития независимого Казахстана. Тенге был введен указом президента 12 ноября 1993 года. Создание новой валюты держалось в секрете. Россия предполагала сохранить единое денежное пространство и внедрить казахстанский рубль в нашей стране. Хороший способ держать соседние государства в экономической и финансовой зависимости. Такой поворот событий не устраивал главу государства. Решение было принято. Введение национальной валюты необходимо. Президент страны Нурсултан Назарбаев и председатель Национального банка Казахстана Даулет Симбаев стояли у истоков создания первого тенге. За все это время, вроде бы 20 лет, не такой большой срок. С другой стороны, сегодня можно уже точно, абсолютно уверенно утверждать, что тенге, как валюта, имеющая собственную историю, собственные взлеты и падения, она прекрасно отражает все те события, которые произошли со страной. По сути дела, мы получили независимость и тенге практически в одно время. Дизайнеры ставили перед собой задачу отразить историю и богатую культуру казахского народа. Альфараби, Сююнбай, Курмангазы, Чукан-Вальханов, Абайкунанбаев и Великий Аблайхан стали достойным украшением первых тенге. Очередной этап в укреплении суверенитета страны был пройден. Казахстан заявила себе как независимое государство с дальновидными перспективами в развитии экономики. 19 мая 1995 года состоялось открытие казахстанской банкнотной фабрики. Наконец, тенге можно было назвать по-настоящему национальной валютой. До этого мы были вынуждены печатать деньги за рубежом. Среди 15 республик бывшего Советского Союза лишь Украина, Узбекистан, Россия и Казахстан имеют собственные монетные дворы. В тенге можно говорить о том, что он состоялся как национальная валюта. То есть, если посмотреть на динамику депозитов в наших банках, на структуру, валютную структуру этих вкладов, то есть основная масса это все-таки в тенге, что безусловно радует. Поэтому, я думаю, здесь можно говорить о том, что проект тенге состоялся. В условиях глобализации, и особенно финансовой глобализации, мы видим, что, допустим, резервы для повышения статуса и значимости тенге, их достаточно много. Вместе с тем, происходит очень много вызовов. Современная технологическая революция несет много вызовов. То есть, мы видим появление электронных денег, веб-манию различных, яндекс-деньги и так далее. То есть, их достаточно много. В принципе, я думаю, тенге достаточно устойчиво стоит, состоялся, используется, выполняет свои функции. Хотя, конечно, резервы еще, безусловно, имеются. Дважды в истории тенге 10-тысячная купюра была признана лучшей в мире. В 2006 году Казахстан первым использовал уникальные средства защиты – прозрачные овальные окна. В нынешнем году Национальный банк выпускает 20-тысячную банкноту за подписью экс-председателя Григория Марченко. Как показало время, введение национальной валюты в Казахстане стало своевременной и необходимой мерой для укрепления и стабильного восстановления экономики страны. Продолжение следует...